Привет, друзья! Это Hot News и я Владимир Стражук. А это значит, что прямо сейчас вы узнаете все самое интересное из мира шоу-бизнеса. Как вы думаете, кто каждый день разрывает чарты своими новыми песнями? Не знаете? Но мы откроем секрет. И мы стартуем! И глаза такие чистые, как небо. Теперь уже совершенно точно можно уверенно заявить «Все без ума» от Светланы Лободы. Песни с ее нового альбома «Аждвало» теперь как вода, без которой не могут жить поклонники. Объявив себя однажды революцией, Лобода пришла в Россию. И началось аншлаг, солд-аут, феерия. В столице эта песня прозвучала несколько лет назад на закрытой вечеринке после показа модного российского дизайнера Игоря Гуляева. Можно сказать, именно он представил ее всей светской элите. Я прекрасно помню 5-7 лет назад, когда мы только познакомились, когда мы приходили на мероприятие, нас еще не фотографировали, на нас еще не обращали внимания. Сегодня я сижу в Крокусе. Во-первых, когда я заходил в Крокусе, я вижу толпы народу, которые спрашивают, как достать билет, как попасть в зал. Это так круто, что на первый концерт артиста полный аншлаг, нет места. Не для меня, наверное, была революция, но была в определенной степени, как мне кажется, революция в нашем поп-околодке, так скажем. Очень мощно, очень убедительно заявила о себе певица, которая вот просто как по старой латинской формуле, Венни Ведевичи, Витци, пришла, увидела, победила. Поп-околодок надолго запомнит смелое, эффектно поставленное шоу. Концерту готовились целых 8 месяцев. Главной изюминкой шоу, безусловно, стал полет артистки с акробатическими трюками в воздухе над головами изумленной публики. Я слышал, что это был непростой трюк. Как готовилось? Вот твой этот прыжок, он был прям к нам в камеру. Но он сегодня не получался целый день. Просто люди, которые занимались тем, что подвешивали меня и выбрасывали воздух, у них что-то не складывалось, у них не работало все время что-то. Я думала о том, что этот трюк вряд ли сегодня удастся. Но все сработало. Если бы сегодня были на саундчеке и увидели, как он проходил, то вы бы очень удивились, что сегодня был такой хороший концерт. Потому что все не получается, везде какие-то трудности. А в итоге происходит магия, потому что есть артист. Вместе с магией большого артиста зрителям повезло увидеть и безумную любовь мамы и дочки. Из зала к Светлане вышла ее пятилетняя дочь Ева. Моя маленькая зайка, дайди поделку своего ребенка. А между тем в кулуарах российского шоу-биза Светлану сравнивают с такими суперстарс, как Леди Гага. И Кэти Перри. О том, что все в этот вечер получилось, говорят проданные билеты и счастливые лица гостей. Не только из портера, но и с далекой галерочки, которая тоже отплясывала вовсю. Многие артисты, они поют на сцене, пишутся в студии. Все остальное работают менеджеры. Нет. Она сама менеджер. Она монтирует, она проводит переговоры. Слава богу, что в ее жизни появилась на определенном этапе Нателла Крапивина. И они такой тандем создали вместе. Она показывает, как надо в России-матушке быть европейцем. Сюрпризом для всех стало появление Александра Ревы с его хитом «Как Челентано». Оказывается, именно Светлана помогла ему довести песню до идеала. Рядом со мной человек, который создает танцы, которые потом идут в народ и превращаются во флешмобы. Как тебе это удается? Это моя миссия. Я сюда и прилетел, на эту планету, чтобы создавать флешмобы и, так сказать, заражать людей вот этим танцевальным позитивом. Можно так сказать. По секрету, Александр признался, что готовит новый дуэт с Лободой. Пока песня в работе, но танцы уже на подходе. Раз, два, три. А? Повторяй ему экран. В финале шоу 7 тысяч зрителей аплодировали Лободе стоя. И на заключительной песне «Пора домой» уж точно никому не хотелось уходить. А кто-то из зала даже успел крикнуть «Не надо домой! Оставайся в Москве, Света!» Мне пора домой Как сладок был голос твой Пора домой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова